Да, вот, готовимся к бою, по плану все идет, выходим на пик, поддохнувшись, все будет идти. Соперник, конечно, у меня один из самых сильных, который у меня был в карьере. Это очень ответственный и важный бой для меня и делаем все возможное для победы. В чем, на твой взгляд, сильные стороны, слабые Александр Александр, естественно, его сильные стороны, это его ударка, его неожиданные удары, его удары с разворота. Более слабой стороной с Александра считается вольная борьба. Будем давить, делать угол на это. Поскольку бой на турнере Fight Night, на турнере, на котором вы постоянно выступаете, вы чувствуете большое преимущество для саторника? Я чувствую, что на моей стороне будет помощь залов, поддержка залов. Чувствую, что большинство болельщиков залов будут болеть за меня, так как я знаю за меня, едут болеть из Дагестана большое количество моих друзей и моих родственников. Также я параллельно представляю Москву. Я знаю в Москве много, кто будет меня поддерживать. Как вообще сложился этот бой? С чего он получился? С чего он получился? Этот бой получился с того, что наш генеральный продюсер Fight Night решил сводить топовых бойцов России между собой. И так как я уже давно выступаю на лиге Fight Night и одержал достаточно победы, у Александра тоже великолепный послужной список. Он сделал себе имя «За океаном». Так получилось, что это был один из лучших вариантов боя на данный момент. А сами вы стремитесь показать свое мастерство «За океаном»? Я бы хотел попробовать свои силы на данный момент в промоушен номер один в мире, в UFC. Я бы хотел попробовать силы и посмотреть, как у меня получится выступить там. А вы вообще читаете интернет обзывы, мнения болельщиков? Да, читаю. Я захожу на паблики и так далее. Нет-нет, читаю. Бывают комментарии. И не всегда болельщики лестно отзываются о бойцах, и это очень нехорошо и некрасиво. Я бы посоветовал нашим болельщикам больше поддерживать наших российских бойцов, чем критиковать их. Ваш одноклубник, Константин Ерохин, был весьма неожиданно уволен из UFC. На ваш взгляд, почему так получилось? Почему у него там не пошло? Это предвзятое отношение к нашим русским бойцам? Да, я бы не сказал, что это предвзятое отношение к нашим русским бойцам, потому что наши русские бойцы очень достойно, очень хорошо уже не один год выступают в UFC. Просто Костя, наверное, не показал то, на что способен в этой организации. Он не показал свою нокаутирующую мощь. Я думаю, он мог бы выступить лучше. А вы считаете, уровень UFC настолько сильно превышает на данный момент российские турниры? Или мы уже близко к ним? Мы уже очень близко подошли к UFC, но UFC это первопроходец, и он уже больше 20 лет существует, а российские промышлены только-только начали развиваться. Я думаю, со временем мы и догоним UFC тоже по уровню. Единственное, бойцы даже, я бы сказал, бойцы даже, которые в UFC подписаны, 70% бойцов ничем не превосходят наших российских бойцов. Что думаете о конспективах Али Бабулкина? Возлагаем на него большие надежды. Надеемся, он скоро вновь получит титульный шанс и выступит более удачно на этот раз. Вот смотрите, еще совсем недавно все российское ММА было связано с именем Федора Емельяненко. На ваш взгляд, что изменилось теперь? Очень много ребят, особенно из Дагестана, добиваются самых высоких позиций в рейтингах. И в России, можно сказать, стало державой по именаме. С чем это связано? С чем это связано? Это связано, наверное, с тем, что в России всегда жили крепким духом ребята. И всегда славили своей мужественность, своей выдержкой. И они доказывают просто, что и в России у нас существуют бойцы, которые ничем не уступают зарубежным бойцам и даже превосходят это все. Мурат, а на ваш взгляд, то, как ведет себя Конор Магрэгер, это допустимо для раскрутки поединков? Или российские бойцы никогда на это не пойдут? Возможно, для его менталитета и его воспитания это допустимо. Но с моим воспитанием, с моим менталитетом я это не понимаю и не одобряю. Это очень некрасиво по отношению к соперникам, по отношению к оппонентам. Но с другой стороны это же часть шоу или все-таки уже личное? Это естественно часть шоу. После боя он всегда ведет себя скромно, он всегда уважительно относится к соперникам после боя. Но то, что он делает до боя, это все, на мой взгляд, затмевает то, что его лесные слова после боя. На ваш взгляд, возвращение Федора Емельяненко что принесет ему? Снова победы или это уже просто ты больше пиорация? Это уже будет зависеть от самого Федора, я думаю. Если у него есть сейчас та искорка, когда хочется вновь стать на вершину, когда хочется вновь стать чемпионом и он будет стремиться к этому, я думаю, он сможет добиться этого. Скажите, а у вас были в молодости кумиры? На кого вы равнялись? Ну естественно, первым бойцом, наверное, которого я пересмотрел все бои, это был Федор Емельяненко. У меня был дома диск с его боями. Я не один раз пересматривал все его бои и был его фанатом, кумиром. Возможно, это послужило его фанатом. И возможно, это и послужило тому, что я начал заниматься и посвященными единоборствами. Что вы скажете людям, которые придут смотреть поединок на чай в Тарнаске? Держите кулаки за меня. Просите Всевышнего победы для меня. Надеюсь, я не подведу вас. Я знаю за меня, сейчас будет болеть весь Дагестан и переживать. Надеюсь, я смогу выиграть этот бой. Удачи вам вдвою. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок